Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Вообще, темы антивирусов я никогда не касался, потому что с одной стороны тут все просто, установили, забыли – компьютер защищен. С другой – те, кто пользуются антивирусами, уже давно нашли свой бренд, а те, кто не пользуются, те, скорее всего, и не будут. Но сегодня я решил-таки коснуться этой темы, в том числе, потому что в программе Теплодиджитал у нас появился антивирус Bitdefender. Во-первых, хорошее, и во-вторых, все, что есть в программе Теплодиджитал, выходит в 2, а иногда и в 20 раз дешевле, чем если вы приобретете это программное обеспечение на рынке. Но, правда, такое предложение действует только для НКО. Ссылка на скринка 100 в программе Теплодиджитал в описании. Итак, вот цена на Bitdefender – бизнес-секьюрити для 10 пользователей. Это, на мой взгляд, оптимальное решение для НКО. В принципе, среднее НКО – это как раз 10 машин. Плюс тут есть удаленное администрирование, защита сервера и так далее. Напомню, что без Теплодиджитал этот продукт стоит 18 740 рублей. Но бизнес я ставить не буду, у меня одна машина, я поставлю просто интернет-секьюрити. Причем денег я тратить тоже не буду, а поставлю в реальную версию. Интернет-секьюрити – это не только встроенный бренд malware, но и защита веб-камеры. Это выделено в отдельный пункт, а значит можно уже не заклеивать веб-камеру скотчем. Это приятно. Русский язык тут есть, это приятно вдвойне. В процессе установки программа установила расширение в Chrome и отключила защиту Windows. Это нормально. И теперь мы создаем аккаунт в Bitdefender и стартуем. Сейчас он настроится и полетит. Так, защитник битов сразу обнаружил, что у меня какая-то программа, какая-то DaVinci имеет доступ к микрофону. Это да, DaVinci имеет. Потому что сейчас запущено. Я это знаю, а вот если бы неизвестная программа имела доступ, это был бы повод насторожиться. Ну и тут общие настройки видео-аудио. Можно вообще заблокировать весь доступ к веб-камере. С микрофоном мы можем только отключить или включить уведомления. Но мы сейчас не про это. Собственно, антивирус установлен. Компьютер уже защищен и можно на этом и остановиться. Тут оптимальные настройки по умолчанию. Все работает, но мы все-таки пройдемся, посмотрим, что тут есть. Тут у нас основные и главные виджеты. А здесь уже частные настройки. Понятно, что если антивирус у вас не стоял, хорошо бы просканировать систему. С этого обычно все всегда начинают и правильно. Дальше брендмауэр. Приложения, которые имеют доступ в интернет. Тут все достаточно удобно. Если приложение кажется подозрительным, просто блокируете ему доступ. Или наоборот, предоставляете какой-то программе доступ, хотя если она попросится, вас и так об этом предупредят. Тут защищенные папки, в которые нельзя вносить несанкционированные изменения. По умолчанию это все, что в папке док, но можно добавить и свои. А тут дополнительная защита от программ-вымогателей. В приватности... А вот в приватности много всяких прикольных штук. Менеджер паролей, тут он почему-то называется мои кошельки, делает то же, что и LastPass. Очень удобно хранить все логины паролей в одном месте, защищенном месте. Точнее, собственно, только там их и можно хранить. А пароли для разных приложений не должны повторяться, это вы знаете. Далее шифрование файлов. Это то, что делает, например, Boxcryptor. Вещь очень полезная, создает зашифрованный контейнер на диске для суперсекретной информации. Здесь это встроено. То есть мы имеем уже два внешних приложения в одном Bitdefender. Далее. Защита данных. Файловый шрёдер. То есть удаление данных без возможности восстановления. Это то, что делает, например, Eraser. То есть мы имеем уже три приложения в одном Bitdefender. Так, родительский контроль это отслеживание детей, что называется. Ситуация, в которой вы становитесь большим братом для своих чат. Я к этому двояко отношусь. И, наконец, вишенка на торте. VPN. Собственный VPN на хорошей скорости, к которому можно доверять и который входит в базовую стоимость. То есть за 760 рублей в год по программе Тепло Диджитал вы имеете еще и собственный VPN. Но тут оказалось все не так безоблачно. К сожалению, на базовом тарифе вам дают только 200 мегабайт день. Не разгуляешься. Хотя если экономить, то вполне хватит. Безлимитный VPN стоит дополнительный 50 долларов в год. Но если бы это было не так, Bitdefender скачивали бы исключительно ради VPN. Тут инструменты, которые недоступны на моем тарифе, но мне они не кажутся необходимыми. Дали уведомления. Все, что происходило и в данном случае критическое про необходимость перезагрузки, так как он установил обновление. Учетная запись. И настройки. Ну что можно сказать. Вещь весьма и весьма удобная. Антивирус сам по себе лишним не бывает, особенно если дело касается работы. А тут еще куча всяческих дополнительных фишек. Ну просто праздник какой-то. Все, любите друг друга. Вообще лучшая защита от вирусов – это прививки. А еще держать ноги в тепле и обливаться по утрам холодной водой. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.